День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро, здравствуйте. Начинается утро на Болткоме. Александр Шунин, Олег Пек, и сегодня его проводят с вами. Здравствуйте. С чего начнем? Я не знаю, с дат или с Оскаров? В любом случае... Начнем с того, какой сегодня день. А потом, наверное, все-таки перейдем, конечно же, к Оскарам. Сегодня необычно насыщенный праздниками день на всей планете. В разных странах сегодня отмечается, честно говоря, просто черти что. Начнем с того, что сегодня день, который называется просто в кавычках «ты все делаешь правильно» на английском языке. Everything you do is right day. Сегодня же день спонтанности, к чему вас и призывают. It's for you, сразу вспоминаю песню. Почему так? Ну, так разумеется. Так, что еще? Какие сегодня... Ну, день памяти легионера в Латвии у нас такой, скажем, очень двусмысленный праздник. Есть менее двусмысленные дни. Например, день без селфи. Или, скажем, день артишоковых сердечек в США. Как вам такое, Илон Маск? День артишоковых сердечек. Опять же, раскрасим, раскрасим этот вторник. Вроде как солнышко появилось и не очень холодно. Что-то такое вот рядом напоминает весну сегодня. Приятно. Если заглянуть в календарь, то вот в 1831 году приключилось знаменательное событие. В Париже был выпущен роман Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». Роман, первый исторический роман французский. И, собственно, вот Гюго был основателем жанра. И говорят, что этот роман он задумал. Ну, вот сейчас бы сказали так, как пиар-акцию. Дело в том, что ходили слухи о том, что собор парижской богоматери собираются или снести, или модернизировать. И вот он хотел каким-то образом привлечь внимание к исторической значимости этого собора. И роман, собственно говоря, он является буквально действующим лицом этого толстенного романа. Говорят, что после пожара в соборе парижской богоматери, опять-таки, взлетел этот роман на первое место. Все просили его читать. Конечно, ожидаемо. И надо заметить, что с этим тоже связан еще исторический анекдот, когда Гюго отправил телеграмму с вопросительным знаком издателю, чтобы узнать, как издается роман. И тот ему прислал восклицательный знак. Потому что это действительно по нынешним меркам был абсолютный бестселлер. Еще в 1917 году, собственно, состоялась февральская революция. Это отречение последнего монарха, а им был не Николай II, он же отрекся в пользу брата Михаила. Вот отречение Михаила Александровича в пользу временного правительства. И таким образом первым царем Романовых был Михаил и последним Михаил. То есть многие видели в этом тоже какое-то такое знаменательное совпадение. Ну и вот после уже акта отречения, собственно, Россия стала республикой. Несколько дат сегодня связаны непосредственно с Латвией, а даже и с Ригой. Так, например, в 1869 году в здании реальной гимназии, нынешняя первая гимназия, открылась для общего обозрения городская картинная галерея, основу которой составила коллекция Доминика де Робиани. В общем-то, она же стала основой коллекции Государственного художественного музея. Здесь вот у нас за углом на Валдемара. Сегодня же отмечается день рождения Эльзы Розенберг. Более известной, что современно выражаясь, АК-ЭК. Аспазия, латышская поэтесса, уместно ли зачитать немного ее строк? В бессилии мечте отдамся в небрету покой, Ты голову мне погладишь ласковую рукой, В груди моей лед растает, тугой развяжется жгут, И теплым весенним ливнем слезы мои потекут. Напомню, что 8 марта, в Международный женский день, Такое совпадение, мэр Риги Мартин Шстакис Объявил о планах открыть в городе и в скором будущем памятник Аспазии. А еще, продолжу, коллега, прошу прощения, 1910 год, царь Айзикович Меламед появился на свет, Латвийский писатель-сатирик, Публиковался в «Дазис» и в «Крокодиле», и в «Советской молодежи». Все мы помним такую замечательную газету, автор афоризмов. Например, не знаешь, откуда цитата «Сошлись на Заратустру» или «На сцене до того натурально чокались, что зрителей потянуло в буфет». Еще в этот день родился космонавт Владимир Комаров в 1927 году. Его судьба сложилась трагически. Ему было суждено быть первым космонавтом, который погиб во время космической миссии. Он не вернулся с орбиты, точнее разбился при приземлении, сгорел заживо. И он был также первым космонавтом, который дважды полетел в космос. То есть, после первого, по-моему, в 1964 году полета, вот был трагический этот полет в 1967 году, есть, даже, по-моему, я в Википедии за какой-то момент читал, потом убрали эту информацию, и якобы сложилась легенда, что он, вот понимая, что он погибнет, он якобы по радиосвязи крыл, на чем вообще свет стоит, советское правительство, конструкторов и инженеров. Дело, ну, это, я думаю, легенда, ее опроверг потом Алексей Леонов, космонавт, он сказал, что там было буквально несколько секунд после, вот, ну, когда не раскрылся парашют, и до момента, когда практически вот загорелся этот корабль, говорит, ну, это все ерунда. Но, действительно, правда была в том, что торопились к 50-летию революции отправить вот очередную, значит, экспедицию в космос, и таким образом получилось, что полетел он с недоделками. То есть, с самого начала эта миссия столкнулась с рядом каких-то технических, там не раскрылись солнечные батареи, затем еще начались какие-то неполадки, и было принято решение вернуть его на Землю. Но вот поразительно, что дублером Комарова в этом последнем полете был Гагарин. И они буквально, ну, вот, поскольку это дублер, до последнего его сопровождает, и только вот, ну, в самый последний момент космонавт садится и взлетает, Гагарин был последним, кто видел Комарова живым. И когда, вот говорят, что вдове Комарова вручили справку, и она потом жаловалась Гагарину, что там было, ну, написано вот как-то все очень туманно, там пытались зашифровать его смерть, и она сказала, что кто мне поверит, что я вот жена героически погибшего космонавта, и Гагарин, ну, она в ее воспоминаниях было побледнел, и с этой справкой ушел, и затем вернулся, ну, вот, с справкой, где было написано, что он действительно погиб при выполнении там задания. То есть, ну, надо понимать, что он навел шороху там, в общем, в этих бюрократических кабинетах. Там тебе напоминает собачье сердце. Мне нужна такая бумажка, оконновательная, броня, а не бумажка. И вот вдова Комарова, ну, вот я тоже рассказываю, она говорила о том, что, ну, вот опровергая эти слухи о том, что якобы он ругал советское правительство, она говорит, что да, была связь вот с Косыгиным, и якобы вот последние слова Комарова, которые ей передали, «Позаботьтесь о моей семье». То есть, ну, вот перед, когда он понимал, что он, ну, погибнет. Вот, ну, такая вот действительно трагическая страница в истории советской космонавтики. Первый вот человек, который погиб в космосе, вот, к сожалению, он вот стал именно таким. Первопроходцам всегда тяжело. Говоря о связи, наверняка он говорил по радио, и сегодня в 1859 году появился на свет Александр Попов, физик, электротехник, изобретатель радио. Многие, конечно, оспаривают его изобретение. Главный из соперников итальянец Маркони, но тоже, в общем-то, информации хватает о том, что просто Маркони оказался более предприимчивым, особенно учитывая, что долгое время изобретение Попова в царской России было засекречено. Многие, я думаю, изобретения предсказали фантасты. Вот один из них, Александр Беляев, один из моих любимых, советских писателей-фантастов. Голова профессора Дуэля, Ариэль, продавец воздуха, там «Остров погибших кораблей», «Человек-амфибия». Там можно перечислять и перечислять. Вот потрясающие совершенно книги, которые, я думаю, что стоит перечитать. Более того, честно, признаюсь, прямо вот как на духу терпеть не могу фантастику с детства, но книги Беляева и Грина, вот это два исключения, которые я мог с удовольствием читать, как простую билетристику. Говорят, что люди делятся на тех, кто любит детективы, кто любит фантастику. То есть вот такое разделение, как «Кошки и собаки». Мне ничего другого не остаётся. Хорошо, если мы так проводим водораздел, да, пускай я буду за детективы, хотя это тоже притянуто за уши, тем не менее. Речь о Беляеве, а не обо мне. Замечательные книги, а какие фильмы? Погиб, к сожалению, ну вот он умер в блокадном Ленинграде, и у него же была трагическая действительно тоже судьба. Он какое-то время был полностью парализован, прикован к постели, и как раз-таки вот эти переживания профессора Дуэля, когда он не мог согнать муху с лица. Окулёз позвоночника, такой диагноз у него был. Шесть лет прикован к постели. И вот это вот появилась-то неспроста книга. Сергей Юрский родился в этот день, в 1935 году. Замечательный, прекрасный артист и, наверное, лучший Бендер, Остабендер в кинематографе. Изабель Юпер, французская киноактриса, обладательница СССР. Бернардо Бертолуччи, опять-таки, режиссёр, снявший «Последние танго» в Париже и «Конформиста», и там «Последний император», с увенчанной, по-моему, шестью или восьми Оскарами. Очень люблю его с Евой Грин, «Господи, мечтатели». Мечтатели, да, конечно. Картину одной из таких последних. Ева Грин, кстати, была вот актрисой, которую открыл именно Бернардо Бертолуччи. Её дебют в фильме состоялся, и сразу после этого все охнули. Те самые мечтатели, да? Да, мечтатели. Да, если честно, так себе. Ну, зато, ну, не знаю, эта вот картина, мне она кажется таким прекрасным омажем вот в 60-х, 60-х годах. Картина, да. И она очень, ну, вот мне легла на душу именно вот как какое-то такое ностальгическое, вот оплакивание, ностальгической эпохи. Гор Вербинский, опять-таки, кинорежиссёр и сценарист, который снимал там и пиратов же Карибского моря, и там, по-моему, про Мышонка была там у него. Мышина охота. Мышина охота. Очень смешной фильм. То есть, ну, такой вот добротный. И он снимал же ремейк звонка японского. То есть, ну, на все руки мастера. И такой очень интересный, многостаночный, можно сказать, режиссёр. И, видимо, перед тем, как продолжить киношную тему Оскаром, невозможно не вспомнить про человека, который внёс в нашу культуру слова «Эй, посмотри на меня, сделай, как я, Богдан Титамир». Сегодня тоже празднуют день рождения. В 1967 году Земля пополнилась таким ярким персонажем. Именем. Но вот, я думаю, ещё более яркое имя для русского уха – это японский фигурист. Я думаю, вот каждый раз, вот интересно, как бедные эти вздрагивали комментаторы, которые должны были его комментировать, там, чемпион же мира, призёры Олимпийских игр, Дайсуке Токахаси. Ну, в целом, Дайсуке. А литерация в целом понятна. Да. Вот Тонино Гуэру ещё мы забыли. Итальянский же поэт, писатель и киносценарист, который очень много работал с… С Феллини. И не только с Микеланджело Антониони. Там практически вот все самые знаменитые фильмы, вот трилогия «Одиночество», это «Ночь забвения», ещё одну картину забыл. И затем «Фотоувеличение», «Блоуап», это всё вот по сценариям. А у Феллини «Корабль плывёт», и «Джинджер и Фред», и очень многие другие картины. Ну, и говоря о кино, да, действительно, вот объявили номинации на «Оскар», и сейчас это очень интересная какая-то, мне кажется, сложилась ситуация, потому что это будет первая церемония «Оскара», наверное, с каким-то рейтингом ниже «Плинтуса», потому что кинотеатры не работают во всём мире. И единственный способ смотреть кино, это практически вот стали вот стриминговые платформы, и то, что, казалось бы, совершенно противоречит духу киноакадемии, потому что она одним из требований всегда была киноакадемии, чтобы фильм шёл на большом экране, и само выражение вот «Директ-то-видео», то есть это фильм, выпущенный прямиком на видео без кинопоказа, это считалось таким клеймом, штампом, я не знаю, вот поставили вот на фильме, что это картина с очень низкими художественными качествами, что её даже в кинотеатрах не стали выпускать. И вот сейчас эта ситуация, когда практически большие киностудии всё перекладывают, то есть они держат свои эти премьеры и не хотят выпускать самые крупные фильмы. Я не знаю, что вот в список фильмов смотришь, и у нас ведь в кинотеатрах ничего не было, никаких картин. Ни Манка мы не видели, ни Отца, ни Землю Кочевников, ни Суд над Чикагской Семёркой. Вот «Девушка, подающая надежды» сейчас вышла на Нетфликсе, Скэри Маллиган, очень такой, ну, действительно сильный, такой феминистский фильм, я понимаю, почему он попал тоже в список номинантов, но вопрос в другом, вот где мы будем смотреть вот эти картины? Выйдут ли они у нас в прокате? Потому что кинотеатр у нас непонятно откроется до вообще лета, или будет всё это закрыто. И самое главное, что, конечно, эти стриминговые платформы, раньше вот каждый кинотеатр был ориентирован на то, чтобы пропагандировать картины, которые идут в кинотеатре. Мы видели эти аудор-рекламу, мы видели какие-то трейлеры или рекламу на телеканалах. То есть, вот фильм всё время был на слуху. И вот каким-то образом, ну, то есть, даже если ты не видел этот фильм, ты был в курсе, что такой фильм существует, и когда он появлялся вот в «Оскаровских» номинациях, ну, как бы ты хотя бы понимал, что сейчас у меня ощущение, вот люди смотрят и не понимают, а что это такое? Это что такое? Это что за люди вообще? Кто это вообще? Это мой случай, на самом деле. Всё вышеперечисленное, опять же, сегодня утром моих признаний прошло мимо меня в этом году. Абсолютно не зацепился ни взгляд, ни слух, ни за что вот из этого. И ещё вот... Надо догонять, надо догонять. Меня расстроило очень сильно, конечно, то, что, рассказывая вот про все эти картины, как-то в моём понимании вот расизм – это когда люди обращают внимание на цвет кожи, на, не знаю, разрез глаз, форму носа другого человека. И вот каким-то таким, мне кажется, обратным проявлением расизма является какой-то такой методичный подсчёт, сколько не белых людей выдвинуты на номинацию, потому что это каждый раз становится какой-то темой обсуждения, обсасывания. Посмотрите, впервые два азиатских представителя Азии попали в номинацию. Да бог с ним, да господи, но давайте не будем обращать внимание на цвет кожи. Тем более, что сейчас, мне кажется, в Америке в этом плавильном котле актёры, как Хелли Берри или Дензел Вашингтон, у них есть и чёрные, и белые корни, и они уже не ярко выраженные представители какой-то одной расы. То есть вот в этом плавильном котле как раз-таки и складывается, вот, ну, не знаю, условно говоря, американская нация, которая, ну, плевать ты должен, вот, по идее, на то, кто там были родители, там, в каком поколении вычислять этот процент. Вот посчитаешь и плюй себе на здоровье. Ну, норму, хочешь не хочешь, выдай на гора. Но зато вот мы можем отчитаться впервые. Актёр с мусульманскими корнями Риз Ахмед, значит, выдвинут на Оскар «Звук металла». Ну, не зря год прошёл. И ещё одна, вот, мне кажется, очень нечестное обстоятельство этого движения актёра, который умер, ну, перед всеми этими номинациями. Чедвик Боузман, тот, который сыграл «Чёрную пантеру». Да, действительно, у него была прекрасная роль в фильме «Ма Рейни. Мать блюза». Но вот я не знаю, насколько честно вот его выдвигать посмертно. Потому что, получается, мне кажется, что все остальные прекрасные актёры, которые попали в эту категорию, Энтони Хоупкинс, там, Гэри Олдман, заманка, они абсолютно без шансов. Ну, то есть, или, ну, получается так, что или если они выиграют, то все скажут «У-у-у-у-у-у», ну вот, ну, то есть, по идее, вот, получается, какая-то такая не очень хорошая с этической точки зрения, что они как будто бы борются с уже умершим актёром. То есть, я понимаю, вот, есть, ну, обстоятельства, но мне вот кажется, что стоило бы ему просто вручить какой-то посмертный приз вот памяти, поскольку, ну, там, да, прекрасно он сыграл, но… Может быть, я буду сейчас ужасно нетолерантен, но мне кажется, уже одно хорошо – нет специальной номинации, или, скажем так, что ни в одной из номинаций не выдвинут Джордж Флойд. – Да, да, наверное, это… – Вот это было бы тогда… – За это большое человеческое спасибо. – Совсем уже все границы бы перевалило. Мы переваливаем через свои, видимо, границы нам подают знаки, что впереди на нас неотвратимо надвигаются новости о Москве, да? Я правильно понимаю ситуацию? И мы тогда прямо сейчас их ставим. А потом возвращаемся. Всё правильно. Оставайтесь с нами. Утро на болткоме продолжается. Новости «Эхо Москвы» на радио Балтком. Здравствуйте в студии. Константин Мирошников в эфире информационная программа «Эхо». Вот и главные темы в России впервые обнаружили южно-африканский штамм коронавируса. Духовное управление «Мусульман» решит вопрос о допустимости использования вакцины «Спутник» для верующих. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Вы слушаете информационную программу «Эхо». В России впервые выявили южно-африканский штамм коронавируса. Власти утверждают, что ситуация находится под контролем. О заражениях Константин Таранов. Среди людей, недавно приехавших из-за рубежа, выявлено два человека с новым штаммом коронавируса, который появился в Южной Африке, и еще 28 с британской мутацией болезни. Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что заразившиеся сейчас изолированы. О появлении новых штаммов стало известно в конце прошлого года. На текущий момент их выявили уже более чем в 100 странах по всему миру. Во Всемирной Организации Здравоохранения объявили, что эти мутации болезни более заразны, чем предыдущие. Влияет ли их распространение на уровень смертности, еще неизвестно. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на исследователей писала, что вакцина Астразенека менее эффективна против южноафриканского штамма коронавируса, и она не обеспечивает защиты при легком или среднем течении болезни. Различные уникальные виды инфекции выявили также в Бразилии, Нигерии и Кении. Во Всемирной Организации Здравоохранения их появление называли главным вызовом 2021 года. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Очередное заседание Совета Улемов Духовного Управления Мусульман начнется сегодня. На нем, как ожидается, верующим разрешат прививаться спутникам. Вопрос о приемлемости в вакцинации ранее породил серьезную дискуссию среди мусульман. Об этом Мария Китаева. Фетву, богословское заключение о соответствии вакцины нормам ислама и допустимости для использования мусульманами, духовное управление мусульман может принять уже сегодня. Об этом заместитель председателя Совета Улемов Ильдар Алиуддинов сообщил еще месяц назад в ходе круглого стола под названием «Вакцинация от коронавируса в свете исламских религиозных предписаний». Алиуддинов отметил, что к мартовскому заседанию этот вопрос уже должен быть решен. В январе духовные лидеры мусульман направили разработчикам спутника запрос о составе препарата. По их словам, поступало много обращений от верующих о беспокоенных ситуации. Поэтому мусульманские ученые намерены вынести богословское решение о дозволенности вакцины. В институте Гамалеи заверили, что она не содержит никаких запрещенных исламом компонентов. Ранее Алиуддинов отмечал, что пока мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам и не торопятся делать прививки. Вакцинация станет одним из условий для получения разрешения на въезд в Саудовскую Аравию для участия в хаджи, ежегодном паломничестве к Мекке. В сети опубликовали видео распыления газа у редакции «Новой газеты». Судя по ролику, человек, одетый в форму курьера, выпустил его из устройства, прикрепленного к велосипеду и уехал. Издание обратилось к правительству Москвы с предложением провести совместное расследование химической атаки. Напомню, журналисты пожаловались на резкий запах, возникший на входе в редакцию еще накануне. На место происшествия выехали экстренные службы, которые впоследствии отчитались, что не обнаружили повышенного содержания вредных веществ в воздухе. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». Это были новости «Эхо Москвы» на радио «Болтком». Утро на «Болткоме». Ну, а мы продолжаем «Утро на «Болткоме». Вот еще пока у нас есть буквально минутка до встречи с первым гостем, я просто продолжаю тему «Оскаров». Хотел сказать, что еще вот одно обстоятельство, каждый год, в общем-то, может быть, повторяюсь, но раньше, мне кажется, что всегда публика, ну, почему были выше рейтинги «Оскаровских церемоний», вообще как-то больше значение имело, мне кажется, это событие, потому что главные номинанты на «Оскар», они были и лидерами зрительских симпатий в кинотеатрах. То есть вот как-то совпадало, что на «Оскар» выдвигались фильмы, которые, ну, активно смотрели зрители. Последний раз это было с «Титаника». Ну, и, в принципе, ну, вот до этого, если посмотреть, там, «Крестный отец», там, «Рокки», там, еще какие-то картины. То есть это то, что, ну, вот люди смотрят. Ну, то есть вот, и поэтому люди очень активно переживают. Ну, там, если ты посмотрел фильм, тебе понятно, там, ты за него болеешь, там, переживаешь. Какой-то фильм ты посмотрел, тебе не понравился, ты плюешься. А если вот сейчас происходит какая-то странная ситуация, что на «Оскар» выдвигаются, в основном, такие фильмы очень узкой направленности, такого, ну, не совсем арт-хаус, но уже близко к этому. И имеющий, конечно, свою цель воспитание неких чувств определенно. Может быть, да, но с другой стороны, вот люди смотрят и плюются, потому что, ну, я даже помню, что один раз на «Оскаровской церемонии» там был темнокожий ведущий комик, который все время говорит, давайте посмотрим, что народу нравится. Вот какой лучший фильм годы делает опрос, и там все говорят, белые цыпочки, белые, ну, то есть там была такая-то комедия жуткая. Ну, условно, американский пирог какой-то очередной. И вот он говорит, вот что люди смотрят, а не вот это то, что вы сейчас наменировали. Арт-хаус-ня вот эта ваша, вот никому непонятная. Ну, дятина! Ну, а между тем, у нас уже появился на связи наш первый гость, адвокат Андрей Адамсонс. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. И тема, между прочим, серьезная. Мы связались с Андреем, чтобы прокомментировать одну тему. Но она извечно весной в наших широтах, конкретно в Риге, этой ямой, или, как я это называю, выбоины дороги. Вот честное слово. Одна страховая компания провела опрос, не опрос, а исследование, и появились ее данные. Данные, если честно, ужасают. То в этом году количество заявок на возмещение повреждений, полученных вот в этих выбоинах на дорогах, на 91%, то есть без малого в два раза больше, чем год назад. Объяснение очень простое. Год назад не было зимы. В этом году, как и раньше, снег сошел вместе с асфальтом. Почему это происходит, непонятно. Конечно, возмущаться, честно говоря, надоело, но возникает вопрос, что же делать? Хорошо, если кто-то застрахован. Это страховой случай, и ему, значит, страховщик возместит. И, кстати, средняя сумма вот этого страхового ущерба 550 евро. И заодно упомяну максимум повреждений. Машина, ну, видимо, это был внедорожник, попала в яму, пробила заднее колесо. Пробила настолько, что машина уничтожена вся, восстановлению не подлежит. Страховая выплата свыше 50 тысяч евро. Вот такие классные у нас дороги местами. Господин Адамсонс, скажите, пожалуйста, если действительно вот кто-то не заботился страховкой, но попал в яму в такую неприятную ситуацию, как надо действовать? На кого жаловаться? Куда писать какие заявления? А в ответ тишина. Слышно ли нас, господину Адамсонсу, и проверка как-то звука? Мне кажется, что... Я так красиво выступил. Да-да-да-да-да, ушла в никуда речь просто. Подготовленный монолог. Я же даже и не повторю. Более того, это была хорошо подготовленная импровизация. Как бы нам проверить качество связи? Если... Просто нас не показывают. Нас не показывают. Просто он, я вижу, смотрит на наш логотип в черном, в каком-то таком обрамлении, не знаю, в траурном. Да, но мало того, что не видит нас, главное, что и не слышит, что хуже того. Да, каким образом нам... Может, попробуем позвонить? Давайте попробуем набрать телефон, и телефон, тем более, что у нас указан в документе. Да-да-да-да, я же подготовился на всякий случай. Да, но появился... Страховой случай у нас. Ты сможешь повторить вот попали эти все это? Конечно, конечно. С удовольствием и примерно тем же самым градусом возмещения. Потому что, ну, а кого не волнуют эти ямы? Ямы, на самом деле, волнуют все. И не только, должен сказать, автомобилистов. Ну, пешеход, ладно, он может вовремя заметить, может быть, обойти какую-то эту выбоину. Но в минувшую пятницу велокурьер от доставки еды упал с велосипеда, въехав в яму глубиной почти 35 сантиметров в старом городе. Выбиты два передних зуба. Ну, понятное дело, велосипед тоже не к черту. Кспейн, Адамсон, вы с нами? Восстановление, подлежит. Алло. Алло. Да, Андрей. Да, доброе утро. Получилось так, что я сделал очень красивую интр, а связи еще не было. Вкратце повторю, один из страховщиков провел исследование и обнаружил, что в этом году количество страховых случаев, вот возмещений по поводу ям на дорогах, таких самых выбоин, увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Средняя сумма выплаты 500 евро, максимальная 50 тысяч. А что делать тем, кто не озаботился страховкой, на кого, кому жаловаться, куда бежать, обращаться, что писать? А, я понял. Ну так, я постараюсь это коротко, потому что слышно меня, да? Да, слышно, слышно, можно даже не коротко, можно подробно. У нас время есть, до 10 утра на балконе продолжается. Смотрите, я вам попробую тогда объяснить в двух словах. Дело в том, что есть закон, который нам известен в теме законного правила дорожного движения, и там четко говорено, кто за что отвечает. Там и говорено о том, что, ну так, простыми словами, хозяин дороги, управляющий дорогой, несет ответственность за содержание этой дороги, и, соответственно, обязан, там возложена тоже обязанность, содержать дорогу в порядке, чтобы вовремя, точнее, законно написано, незамедлительно написано, устранять любые, скажем так, препятствия, которые могут угрожать опасности дорожного движения. Так вот, управляющим, если в двух словах говорить, кто ответственен за дорогу, за дорогу ответственной, ну, так, простыми словами говоря, те дороги у нас обслуживают в Латвии от слова цели, есть такой аутоцеллюстрая, да, то есть это, как это официально, по-русски сказать. Ну, это и мы, собственно, можем не переводить, так понятно, о чем речь идет. Да, да, да. Если говорим про города, например, там, Таригу или другой любой город, то ответственным является, соответственно, то самоуправление про город, говоря про городские улицы, являет, соответственно, сам город ответственным за свои дороги. Вот, если говорить о том, кто ответственен, ну, я уже разъяснил, соответственно, что делать. Я вам могу рассказать самые такие типичные ошибки, с которыми я сталкиваюсь в практике. По сути, люди, попадая в такого рода неприятности, если у них страховки нет, часто делают одну ошибку, они не фиксируют или неправильно фиксируют происшествия. Сразу вопрос, как правильно фиксировать? Да, ну, самое первое, что нужно делать, это вызывать полицию. Вот, конечно, полиция должна приехать, поставить протокол и сделать осмотр места происшествия. Дополнительно я рекомендую сделать фотографии даже на телефон. Сейчас смартфоны позволяют, скажем, определить местоположение, где ты делал фотографию, да, и, ну, по возможности, все, что можно, сфотографировать. То есть самое типичное – это сбор таких доказательств. Второй момент, из-за чего чаще всего такие иски проигрываются, это так называемая причина-предственная связь. Ну, то есть ты в яму упал колесом, у тебя отвалилась антенна. Ты идешь тут, что тебе эта антенна там на крыше приделали. Вот, то есть нужно доказать то, что данное повреждение было именно в связи с этой, допустим, ямой. Ну, вот, кстати, это исследование тоже называет основные последствия. В особенно неудачных случаях повреждается шаровая опора или рулевой палец, а в основном, ну, конечно же, покрышки, колеса, диски. Ну, вот самое сложное – доказать, что данное, скажем так, конкретное повреждение было из-за конкретной ямы. Поэтому надо останавливаться, если, ну, попадаете в яму и что-то случается, надо тут же останавливаться и никуда не уезжать, скажем так. Ну, практика есть. Я периодически читаю также судебную практику. Я знаю, что есть судебные решения, которые производители приняты о взыскании ущерба. Вот. Ну, два слова, какие, может, вопросы, я сразу вам тогда на это отвечу. А насколько долгий, насколько сложный, тягомотный этот процесс, вот, выбить деньги из страховщика? Или из виноватого, да, из города? Ну, со стороны города кто будет отвечать? Департамент движения? Да, смотрите, ну, если про Ригу говорить, да, это департамент движения Речной Думы. Ну, я вам так скажу, я, конечно, рекомендую первым делом писать обоснованную претензию, прикладывать в метры, прикладывать в протокол происшествий и так далее, готовить максимальные бумаги. Вряд ли город просто так хочет судить. Поэтому я рекомендую обычно собрать доказательства и идти сначала с претензией конкретно к виновному, скажем так, да. Дальше смотри, если виновный тебя виновным не считает, тогда идти в суд. Если идти в суд, то я вам скажу так, что этот процесс, ну, если та сторона там сопротивляет, может занять там порядка двух-трех лет. – Ничего себе. – Да, печально. – На расшифруте, пожалуйста, да, я напомню, мы говорим с адвокатом Андреем Адамсоном и обсуждаем выбоенные дороги, как себя вести, если попали в яму и разбили машину, пробили колесо, не дай бог получили сами какие-то повреждения, потому что, в общем-то, ямы бывают такие, что можно и самому значительно приложиться. – Расшифруйте, пожалуйста, Андрей, смысл выражения обращаться в суд, потому что, ну, вот, я попал в яму. Простейший случай, кстати, я дурак, этого всего не знал, ровно год назад на Валдемара я пробил колесо. И ничего не сделал. И ничего не сделал. Я аккуратненько себя оттолкал, благо машинка маленькая, легкая, к обочине, поставил запаску, поехал в сервис. А вместо этого нужно было вызвать полицию, всё это зафиксировать, сфоткать и так далее. – И потом два года судиться. – Да, дальше я с удовольствием. Мне обидно, меня задевает, какого чёрта эти ямы, эти мосты идиотские заливают асфальтом каждый божий год, бесконечно. На днях было сообщение о том, что снова какие-то бешеные миллионы выделены на Южный мост. Не Южный мост, а Островной мост. Ёхайды, вы когда-нибудь его уже отремонтируете? Какой? Третий? Четвёртый сезон? Не каждый сериал столько длится, сколько ремонт этого несчастного моста. Так вот, какие бумаги, и с чьей помощью, и в какое окошко стучатся в таком случае, если у тебя нет страховки, но ты хочешь получить своё? – Понятно. Смотрите, если говорить про судебный процесс, то всегда можно самому всё сделать, то есть можно поставить, каковое заявление на латышском языке, кстати, да, только на латышском языке. Процессы все на латышском языке, это так, я просто на всякий случай напоминаю, переводчиков в гражданских делах больше не дают, уже года два, наверное, или три, как. То есть, ну, необходимо сначала владеть латышским, это первое. Второе, для подачи их надо подставить сам их, ну, я не знаю, я, конечно, могу рекомендовать о том, что лучше обращаться, конечно, к юристу, потому что, ну, здесь, как и такая избитая фраза, зуб себе тоже можно самому вырвать, да, но лучше, конечно, на лекарство обратиться, потому что лекарство специалист может правильно подобрать доказательства, да, то есть, и вот тут важным моментом, я еще раз повторюсь, это помимо их, приложить правильные доказательства, да, то есть правильные бумажки, скажем так, составленные. Ну, вот, если типично, что там должно быть, должен быть их, который соответствует требованиям закона, он в себя там конкретно включает 1, 2, 3, 4, 5 пунктов, если кому интересно, 128 статья, насколько я помню, гражданского процесса, можно открыть лыдку Миллэя и посмотреть. Вот, прикладываются доказательства, значит, первое, это протокол полиции, это понятно, второе, соответственно, ну, акт, если это уехало там, допустим, на эвакуаторе, соответственно, документы с затратом, которые были к эвакуатору, если это вот автосервис какой-то, в этой акт дефектации, который там был, опять же, внимательно смотреть, чтобы там замены масла не было, или еще что-нибудь такого лишнего, скажем так, да, вот, ну, и, соответственно, оплачиваете пошлину за все это дело нашему государству, это обязательное условие, как платить вперед, вот, ну, и дальше подаете соответствующее исковое заявление в суд. У меня сразу вопрос, можно ли требовать возмещения морального ущерба, ну, вот, условно говоря, выбитые зубы велокурьера, ну, какие-то физические травмы, ущербы, не знаю, там, синяки, переломы, прочее. Ну, в случае велокурьера это потеря работоспособности? Да, да, даже работоспособности, но, например, вот человек опоздал на важную встречу, или там что-то случилось в результате... Ну, и закрыл сделку на 10 миллионов. Ну, смотрите, вот эти случаи всегда очень подробно рассматриваются, смотрите. Вот тут немножко другое. Если ты опоздал на встречу, то это, скорее, не моральный ущерб, это, скорее, какой-то материальный ущерб. И вот тут есть понятие, как недополученная прибыль, например, да, то есть ты там что-то не продал, например, ну, вот именно из-за этого случая, и недополучил какую-то прибыль, например, да, то закон регулирует возможность получения такой прибыли. Если мы говорим про моральный ущерб, то есть, скорее всего, там, какие-то внутренние переживания и так далее, то я вам скажу так, в Латвии сегодняшняя, скажем так, практика такая, что получить миллион, как в Америке, вы не сможете за моральный ущерб. Я имею в виду, да, что я расстроился, что, там, ты потратил какое-то время, чтобы пойти, там, в медицинское учреждение, там, ночью не спал, там, переживал, боли испытывал, например, если как-то там что-то с тобой случилось, да. Но в Латвии, как я уже начал говорить, очень маленький вот эти моральные ущерб, да, то есть, по практике, ну, это, ну, скорее, там, десятки, сотни евро, то есть, это даже, ну, не тысячи евро, потому что, если брать параллели по уголовным делам, я вам скажу, там, ну, иногда из-за смерти, к сожалению, ну, там, какие-то тысячи евро дают, да, то есть, это не сотни тысяч, да, вот, поэтому в гражданских делах о том, что ты, там, постоял на дороге, померз, там, расстроился из-за своей машины, например, ну, больших сумм у нас не есть, к сожалению. Ну, то есть, если нет чеков за медицинские услуги от терапевта до психотерапевта, то, конечно, это так, так себе, на тоненького вариант. Но, скажите, пожалуйста, Андрей, к какой сумме нужно готовиться? Ну, прозвучало, вы сказали, что тяжба может длиться 2-3 года, в какую сумму может ИСЦУ она обойтись? Ну, там достаточно сложные расчеты, я только вас примерно... Ну, примерно, очень-очень примерно. Да. Ну, вот, например, если вот последнее дело возьму, там, 5 тысяч евро ущерб, после, ну, порядка 500 евро, примерно. Ну, то есть, десятина. Ну, приблизительно, да, но там она очень градация идет, естественно, если там сумму, например, миллион, то 100 тысяч не будет, там гораздо меньше будет. То есть, там идет градация, она достаточно, она рассчитывается и процентуально, есть фиксированная часть, есть проценты. Мне сложно это сказать, минимум могу сказать. Минимум 70 евро. Какие самоуправления, вот, может быть, являются, ну, наиболее такими сложным, крепким орешком, если вот мы говорим про судебные вот процессы, где вот, ну, легче идут на какую-то мировую, условно говоря? С кого проще стрясти? Да, стрясти. С крупных, ну, я имею в виду, вот, крупные или мелкие? Я вам так скажу, наверное, не секрет будет, да, о том, что Рига, наверное, самое крупное самоуправление, Рига имеет своих юристов, как мы знаем, Рига нанимает тоже адвокатов и так далее. Ну, из того, что я видел практику судебную, я видел всего два решения суда по взысканию именно по дорогам по ямам. Да, я не знаю, сколько их я не сделал, статистику никакую, да. В одном из них была Рига, кстати, ответчиком, и речь шла о Волгомаре 65, там что-то такое, вот, ну, та самая яма, да, Александр, которую купали. Ну, вот, так вот, если говорить о том, как это сказать, трясти, ну, тут не играет никакой роли, потому что принимает решение суд, не играет роль, там, посильнее, там, и так далее. Тут играет роль только доказательств. Суд принимает, должен принимать объективное решение, и чаще всего его принимать. А есть ли в Латвии частные дороги, например, вот, что, здесь будет иск предъявлен владельцу вот именно этого участка дороги? Да, есть. А, кстати, ну, например, лесная дорога? Ну, например, лесная, но даже, я знаю, сейчас город растет, покупают поселки, да, и вот в этих поселках частные дороги, на самом деле. То есть, да, я забыл сказать совсем о том, что за частную дорогу несет ответственность тот хозяин дороги. Это тоже выясняется довольно просто. Частное лицо. То есть, это компания чаще всего, ну, может быть, перец кто какой-то. И тогда получается, что уже будет иск этой компании, как владельцу этой дороги? Да, абсолютно верно. Да, 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 да. То есть, отвечает хозяин. Если это физическое или юридическое лицо, то частное лицо, то тогда отвечает он. Если городская улица, то тогда департамент, вот, если там, смотреть город, скажем так, самоуправление. И получается таким образом, что все-таки владельцам дорог нужно обязательно следить за их состоянием, потому что можно тогда получить большие затраты за счет этих исковых заявлений. Ну да, я уже сказал, что, во-первых, он обязан постоянно держать в порядке, это понятно. И я уже сказал, что там в законе написано, что незамедлительно устранять. Именно слово « незамедлительно». Оно важное. То есть, это значит, что как только меня появилось, прибежал, золотал. Но там также в законе есть одно «но». Что если сделать невозможно, а у нас чаще всего это так и бывает, то должен хотя бы поставить знаки, ну, соответствующие какие-то потратки или какие-то пророждения и так далее. Ай, я прошу прощения, что вы имеете в виду под «чаще всего» невозможно? Ну, это же не ракету в космос запустить, яму чем-то закидать, чтобы хотя бы временное какое-то решение. Ну да, но это, наверное, не ко мне вопрос, но я знаю, потому что финансирования никогда нет, на дороге выделяются линии, ну, с каждым годом их все меньше. А, в этом смысле? Да, поэтому я и говорю, что это невозможно золотать. В этом плане я говорю, что денег просто нет, и все. То есть, получается так, что в будущем нас ждут дороги, где, скорее всего, будут эти островки ограничений, да, пожалуйста? И транспорт на воздушной подушке. Ну, примерно так. Чтобы скользить и вообще не касаясь. Огромное спасибо, Андрей, за разъяснение. Мы беседовали с адвокатом Андреем Адамсонсом, и отправной точкой стала свежая статистика одной из страховых компаний по поводу ям на дорогах и компенсации. Их количество увеличилось практически на 100% по сравнению с прошлым годом, а весна только началась, а, в общем-то, асфальт продолжает сходить вместе со снегом и со льдом. В общем, знаете что? Будьте, пожалуйста, бдительны и не стесняйтесь отстаивать свои права. А в продолжение моей грустной истории за прошлый год, ну, ладно, это не была улица Волдемара, это Карля Ульмана, но не суть важна. Мне понравилась в этой ситуации другое – отзывчивость. Отзывчивость коллег по дороге. То есть мне стоило буквально поднять руку, попросить кого-то о помощи. У меня не было домкрата в машине. Остановился. Мужчина средних лет на очень-очень-очень плохеньком мопили, прям вот такое ведро с гвоздями. Что случилось? Вот такое случилось. Нет домкрата. На, говорит тебе, домкрат, вот такой адрес, закончишь, отвези. Я оставлю машину не запертой, просто в багажник закинь. Ну, я закинул вместе с небольшим подарком, конечно. Так что взаимовыручка, ну и внимательность, к сожалению, в нашей ситуации. Еще раз, будьте, пожалуйста, бдительны. Мы продолжаем утро на Болткоме. Ну, я вижу, что есть звонки, но, наверное, уже нет у нас с временем. Примем, примем в новом часе обязательно. Утро на Болткоме.